Сегодня я буду рассказывать про то, каким образом из того, что мы уже выяснили про каллеромногообразие, то есть в первую очередь то, что там связанность ливичит сохраняет комплексную структуру, получить полезные соотношения на коммутаторы и антикоммутаторы присущих на нем операторов. С тем, чтобы в конце концов получить разложение Ходжи на калломологиях. То есть геометрические следствия будут выводиться из факторов дифференциальной геометрии, причем даже не столько дифференциальной геометрии, сколько физики. Вы увидите, что там большая часть рассуждений имеет больше физическую природу, чем математическую. В смысле происходит из физики. Сначала оператор Ходжи. Почему здесь написано ремейндер? Это, по-моему, не правда. А, по-русски. Оператор звездочка Ходжи. Ну, мне рад, чтобы многие про это уже слушали, потому что мне задавали задачи с оператором Ходжи. Значит, смотрите, пусть у вас есть векторное пространство В, на нем есть скалярное произведение. Там всех тезанных степенях скалярное произведение, произведение, тоже есть скалярное произведение. Ну, вот она написана здесь формула, которая, значит, приводится. То есть у нас есть Х1, тензор, Х2, тензор и так далее, в данной степени, тензор ХН. Умножается, значит, скалярное произведение G, например, на Y1, тензор, тензор, Y, и все это дело, просто приходит произведение G от X и T, Y и T. Вот, такая форма, а не и на по каждому из сомножителей. Поэтому она, по принципу, значит, универсальному принципу, универсальному свойству тензорного произведения продолжается на тензорном произведении. Вот. Ну, вместо этого можно просто написать улыбайся, если вам так проще, но тут можно и без бойца обойтись. Вот. Теперь мы можем реализовать алгебру Драма, то есть алгебру Гластмана, как слагаемое в тензорном произведении. Значит, здесь у нас стоит K, скажем так, а у нас K – это названное произведение. Вот. Это нам дает на каждом пространстве форм на касательном расслоении. Скалярное произведение по этой формуле мы определяем форму L2, ну, как-то винильно-симметричная форма, то есть скалярное произведение на лямбе со звездочкой. M по формуле G от альфа-бета есть интеграл. Здесь мы пишем форму, ну, многообразие предполагается уже сам начало ориентированным. Ну, оно комплексное вообще-то у нас в этих приложениях, поэтому это ничему не противоречит. А на ориентированном ремном многообразии каноническая форма объема. Чтобы его получить, вы берете просто аккономерный байз с положительной ориентацией и пишете в этом байзе квадрат. Это на форму объема. То есть куб. Я внятина, да? Это не на алгебра, что на эффективном проценте есть каноническая форма объема, просто что группа SO лежит в SL. Там, конечно, группа O имеет односвязанная с зеокомбонентом, это SO, который лежит в SL. Вот. И здесь мы пишем G от альфа-бета. У-у-у-у, плохо. Здесь одна G с другой G. Ну, здесь поточечная, а здесь по всему M. Вот. Это я привел вам скалерное произведение на дифференциальных формах. Я бы знаменитен? Обычная G, это та, которая у нас на нашем... Ну, это римная метрика просто поточечная, а это метрика на бесконечномерном проценте дифференциальных формах. Вот. Но кроме такой формы, у вас есть другая форма, а именно альфа-бета переводится в интеграл от альфа-множить на бета. И так всегда, если у вас есть 2 скалерных произведения на векторном проценте, вы можете одно выразить через другое с помощью какого-то оператора. Ну, давайте, эта штука у нас будет G, а это у нас будет, например, M. Тогда звездочка, это просто G умножить на M. Минус первое, это неформально. А формально, потому что тут, на самом деле, я за знаками в этом выражении не слежу вообще. Формально лучше все-таки написать, чтобы следить за знаками, потому что знаки при общении со звездочкой довольно часто играют. Важную роль. Ну, а после про знаки, а про нервировочные факторы, потому что они всегда возникают в этой науке? Ничего не знал. Никаких нервировочных факторов у меня не возникает. Ну, класс, да. Звездочка определится так, без всех нервировочных факторов. Вот это определение, которое здесь написано. Да, когда мы выбираем вложение к основной алгебре в террационную степень, то не возникает из этого? Да нет, а там вложено канонически, кост-симметричная форма, полиленейная. Тут можно, конечно, на n-факториал умножить, но как-то, мне кажется, что никто не делает. Ну, послоди меня, а вот у нас, допустим, есть... Мы умножили и кост-симметризовали. Вот у нас, допустим, есть элемент красной алгебры, который записывается как косовое произведение по ВИТОРе. Как он запишется при вложении в тензорное произведение? Это будут все перестановки деятельного факториала. То есть, не надо деятельного факториала. Это зачем нужно? Это то, чтобы отображение усреднения было тождественным на дифференциальных формах. То есть, мы хотим, чтобы у нас были операции усреднений, то есть проекции на дифференциальные формы. И это доизвает номеров довольно... Хорошо, мне кажется, что в этом случае... Мы что-то лишимся, да? Может быть? В этом случае... Ну, вот косы произведения наборов базисных векторов. Если мы будем ортогональны, но не нормированы с базисом, что у них там, наверное, вылезет в ножке один делить на К-фактериал. Не удивлюсь. Вот, ну и черт с ним. То есть, я просто боюсь, ничего я особо не писал. Вот, но... Ну, напишите, да, и посмотреть. А можно просто по-другому? Я не интересен, понимаете, что понятно, что мы прямо кинжал, а то по ПАЭП и ПАЭП. А тут мы перемножили по интервюле ПАЭП. Да, понятно. То есть, если они не образуются, то ноль. Ну, хорошо, но я тогда не понимаю, как мы берем вот эту звездочку. А еще не определил звездочку, я считаю, что я определил. Ну, просто вот эта форма. А эта форма, она евристическая. Я определил звездочку как бы по науке. G от альфа-бета, есть интеграл. Это важно, потому что если мы не определим по науке, то мы в знак потеряем 100 пудов. Но альфа умножить на звездочка-бета. То есть, как не смешно, определение звездочки. Дело в том, что если у вас есть совершенное спаривание, а оба эти спаривания совершенные, то каждый вектор однозначно задается своим спариванием с чем-то. То есть, X задается, задается, значениями, задается формой. Здесь Gm ставит, а здесь, ну да, G. Собственно говоря, тут можно безинтергалов написать, просто поточечным. Их задается формой G от X что-то. Вот поэтому такое определение, на самом деле, задает звездочку от бета однозначно. А чтобы доказать его существование, ну это можно поточный просто сделать. А поточное у вас конечномерное векторное пространство. И на конечномерных векторных пространствах вы действительно можете отождествить билейные формы и операторы. Оно справа N-формал, а слева N-формал. Да, спасибо большое. Где это объем? Точно. Я просто, у меня был, ты писал с интегралом, а на самом деле можно без интеграл. Вот, но это довольно полезно, потому что во всех применениях, конечно, вы пишете это через интеграл. Вот, ну хорошо, значит. Значит, во-первых, звездочка, она, она, что она делает вот с таким байосом, который получается из маномов. Она просто эти маномы, ну там случится до какого-то фактора, который, вот, ты говоришь, что там какой-то фактория вылезает, я совершенно не уверен, что вылезает фактория, по-моему, не вылезает. Но в любом случае она берет, значит, звездочка от, у вас есть маном вида Кси1, Кси1, Кси1 умножить на Кси2, умножить на и так далее, умножить на Кси и Ката. Вот, она переводит его плюс-минус в маном, где произведение всех, там, Ж1 умножить на и так далее, умножить на Кси Ж с номером Н-К, где это, Ж, это дополнительные векторы, которые в этом не встречаются. То есть это все векторы Байса, которые не встречаются тут. Вот, а знак, это как раз знак перестановки, который получается, если мы хотим написать эти все подряд, а потом переставить их в обычную форму объема. Мне кажется, что я знаю, о чем я еще говорила. Он говорит о том, что если мы просто берем здесь обычный объемный вектор, то тогда там не будет вакуума из-за того, как мы будем сказать, насколько я понимаю, если мы берем какую-то форму объема, и там вылезет дистерминат, единицы, разлетний дистерминат. Ну, нет, Николай, конечно, не вылезает в фактора. Вот это будет причина. Дело в том, что каждый из произведений, вот мы возьмем произведения ортономерных векторов, типа Кси1 на Кси Е1 на Кси Е2, где Кси, это ортономерный байос. Вот эти все имеют длину 1. А потом мы их усреднили, то есть идем на К факториал, и тут, значит, знак перестановки. И вот такая штука, она тоже имеет длину 1, потому что это сумма n факториал векторов длины 1, которые все попорно ортогонально. То есть вот такое вот, а это и есть, собственно, произведение, по моему определению, произведение Кси1 умножить на Кси2, ну, и 1 умножить на Кси2, умножить на Кси и К. То есть это действительно ортономерный байос, потому что никуда не ездят. Я внесен? Вот, спасибо. Вот, и вот в этом ортономерном байосе злочка просто представляет вектора байоса, только она их со знаком представляет, надо аккуратно сидеть за знаком, чтобы не напутаться, но и чтобы сидеть за знаком, она просто смотрит на эту формулу. Логично, да, прошу прощения. Да, да, да. Ну, в любом случае, они все одинаково длины. То есть ортономерный байос, ортономерный байос может на число, вот, изведочка его представляет. Спасибо, да, конечно, я что-то чушь вам говорил, прошу прощения. Вот, спасибо. Вот, признака я не задумался, действительно, тем, какой они длины. А у доски думать, время даром терять. Вот, ну, это важный момент, чем мы равны квадрат звездочки. Смотрите, ну, дальше, звездочка набрала какой-то маном, получила маном из дополнительных векторов. Мы применили звездочку снова и получили тот же самый маном опять. Только вармонж со знаками, потому что знаки мы в этом определении не среди. Давайте, значит, посмотрим, что там со знаками. А, нет, со знаками тут никакого аргумента нету. Прошу прощения. Значит, я просто напишу эту формулу, но мы на ней подумаем. Чего? Как думали, что этот вектор будет длина К фактериал? Ну, как, это длина не К фактериал, а длина К фактериал в... А, длина? Сейчас, у него квадрат длины К фактериал. А длина у него К ни с К фактериал. Ну, почему? У нас есть тут К артогональных фактериал длина 1. К фактериал артогональных фактериал длина 1. То есть, его квадрат его длина, это К фактериал. Вот, хорошо. Значит, чему равен квадрат звездочке? Я просто напишу на доске, и, может, немножко подумаем, и станет вам понятно. Звездочка в квадрате, в ограничении на лямбда ката. Значит, тут М, ну, давайте считать, что у РФН просто. Есть минус единица в степени КН-К. Это все в половинной характеристиках. Когда характеристика не положительная, там такие знаки начинаются, что вообще просто лучше не думать. Значит, нам на тазерственной. Вот, ну, откуда это видно? Смотрите, мы взяли какой-то маном из корректоров. Вот там. Ну, в посуде неважно, какой, потому что любые маномы переставляются друг другу другу каким-то артогональным преобразованием а артогональным преобразованием сохраняем звездочку. Вот. Поэтому можно написать КСИ1 умножить на ИТО или умножить на КСИК. Вот это наш маном. И звездочка от него это по этому определению значит тут альфа это как бы умножение на альфу умножение на бету мы считаем, что бета это наш вот этот вот маном. Тогда умножение при умножении на альфу он равен нулю либо единицу зависит от того, чем равна ли альфа бете. То есть здесь нам нужна такая штука, которая при умножении на вот эта звездочка от альфа звездочка от бета должна быть должна вместе с альфой давать объем. то есть это будет КСИН минус КСИК плюс 1 умножить на и так далее умножить на КСИК КСИН а здесь плюс здесь как раз плюс вот ну а чтобы получить из нее чтобы везде квадратно а входной плюс их просто перестать местами и у нас получится есть как раз К на Н-К вот я готов на самом деле расписать если нужно просто тут нужно мозги применять уже доставлен в качестве упражнения вот да а мы берем ортогональный базис с принципиальных форм и у нас давально найдется? нет только как-либо в точке или можно взять выбрать ортогональный базис в некоторой окрестности но в данном случае все поскольку линейно то можно в точке брать просто в одной точке и делать это все в конечномерной алгебре Грассмана то есть то есть то есть то есть непонятно как явное определение будет взаимодействоваться тем что ты интеграл по n ну у нас есть вот такое вот определение это определение поточечное а еще мы можем поинтегрировать если две формы равны то интеграл их тоже равны поэтому из одного определения все это другое но с другой стороны в силу единственности и результаты первого определения и результаты второго определения они согласованы а это неверно вот а что видно что у нас два спаривания вот если эти два спаривания то есть то есть то есть вот если мы напишем здесь интеграл это все равно будет задавать нам некоторую вот эту вот звездочку тоже тоже однозначно потому что у нас просто в одном случае у нас поточечное спаривание а в другом спаривание на всех дифференциальных формах но из того что две формы поточечные равны их интегралы тоже равны следует вооборот все равно не следует вот но поскольку все-таки у нас задано не только значение формы не только интервал формы а эта форма спаренная с любой другой формой то это уже однозначно ее задает то есть тут важно что вот этот вот спаривание интервал произведения двух форм является что называется совершенным а если мы возьмем они должны когда они боятся темы и другой а мы их не боимся определяем вот такой формулой а то что она в боисе так записывается это уже следствие не ну скажем боюсь она так записывается очевидно ну просто потому что что эта штука измеряет вот если мы возьмем какой-то маном что эта штука измеряет это измеряет проекцию на этом маном а что что измеряет вот такая штука есть мы здесь написали просто взяли альфа умножить на что-то и поделили на объем это измеряет проекцию на дополнительный маном потому что это же если мы умножили два манома то их произведение поделить на объем не равно нулю только если это были два дополнительных манома а поменьше равно нулю а может по-другому сказать что если у нас есть какая-то м форма а а правильный ответ на ваш опрос то мы определяем же нам просто делить каждый раз на корень из факториала чтобы все работало так сказать как часы и не было дополнительного умножения на число но в любом случае да наше определение от бояса не зависит потому что у нас на всех боях действует транзитивная группа ортограммирована группа она сохраняет эти штуки вот хорошо значит насчет квадрат звездочки ну давайте отосадим в количестве кто хочет чтобы я это сделал у доски расписал кто не хочет чтобы я эту доски расписал окей спасибо большое вот дальше значит прошу прощения что тут поехало вот давайте я сейчас поговорю про дифференциальный оператор вот у вас есть дифференциальный оператор ну на ком изданного расслояния в другое еще у вас на этих расслояниях можно определить на сечении их расслояния мы описываем произведение следующим образом пусть у вас есть скажем Римманова или Келлерово Римманова компактная 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 вот ИФ векторное расслоение расслоение дифференциальный оператор а какой-то оператор выражаетесь через связность ну там есть много разных способов дифференциальный оператор но выражаетесь через связность какие-то алгебраические штуки пусть у вас есть f в g дифференциальный оператор и связан с композиция связанности вот так очень такое в координатах вы можете записать просто как произведение разных частных производных вот скажем d вот здесь есть значит и на f и на g у вас есть скалярное произведение давайте определим скалярное произведение на сечениях просто скалярное произведение f1 и f2 есть интеграл по форма объема на поточное скалярное произведение f1 и f2 здесь поточное а здесь все большое же это скалярное тремное многообразие а же а же большой другое расслоение вот поймете по плате прибыли с ажурочкой доза . от of ножи последующей формуле значит это без ручка дженов прошу прощения то же же добьет сюда же дженовичка бит обратно есть же на df вот проблем с таким определением в том что же не подпишем деференциальный оператор вообще то есть до существует такого такой штуки не сразу очевидно потому что априори у вас может что-то поломаться в том плане что ну как бы совершенное спаривание вы пытаетесь задать звездочкой у вас есть какой-то элементbase звездочка видел свод anche можно найти элемент неşм Sams Games не вполне очевидно что у вообще есть тем более и тем более не вполне что это дифференциальный оператор спасибоAU и Terody Friedman в принтер так же это супрамhan в диференциальный оператор доказывает это вот так как сейчас я буду доказывать для d то есть вы просто записываете от доказательств чрезвязанность вы выписаете что любой дифференциальный оператор выражает через связанность а мы напишем цепрированных связанности вот но нет не нужно поэтому я сейчас опыли оператор без разводочка просто а там все было конечномерно бесконечно медно это как там в одну сторону из вложения в другой стороны и звездочки может не вообще ничего может не быть мы тормясь от гиберта по солнцу за ручки видео есть потому что гибер опасался на себе с 2 . ну вот и здесь у вас есть на гиберна по солнцем оператор то вас 2 на трат всегда есть да то что дифференциальный оператор это не очевидно а дифференциальные операторы вообще по слоям не определяются никак они зависят от производной поэтому даже д на самом деле только определен только на сечениях а не на расслоении а даже локально то есть от производной то им по точке не определен просто если вы думаете про расстояние про тотальное процентство расслоения что вообще-то не очень правильно тогда там не определен вот но сейчас я попробую сказать про дс разводочки значит теория это утверждение пусть у нас есть дифференциальный оператор из лямбда и т в лямбда и плюс 1 а там это драма метрика там какая я написал тогда существует да со звездочкой который равен тогда явно образом брали значит минус единица все еще для рим нового многообразия поэтому пишу и санка вот после этого слоя данка пропадет . . то есть м заметьте это четное число во всех наших приложениях поэтому просто если быть желтка до желтка без всякого знака вот и доказательства просто применение формулы струкса значит доказательства из которой и просто применение формулы струкса и проверяем определение значит имеем 0 который равен интегралу по n а дифференциал от альфа на бета посмотрите уже уже здесь до такой формы начались к форму то там плюс к минус один форма чтобы это как бы это был ничтонежательное вот и дело равно интеграл теперь я применяю простым тридцать правильница до от альфа умножить на бета плюс минус единица в степени альфа слоуной интеграла от альфа умножить на д бета вот это правильница вот из этого получаем что д альфа на звездочка бета равно то минус единица степени альфа слоуной альфа на звездочка д бета правильно то это равно минус это где-то тут знак пропал я чувствую или не пропал ну теперь мы положим гамма это д бета звездочка бета прошу прощения вот и получаем д альфа умножить на гамма причем гамма естественно любая потому что звездочка обратима вот есть минус единица в степени альфа с волной и тут знак видимо пропал опять тот же самый через куран делся этот знак ну или вы разберете со знаками собственно потому что у доски точно не в состоянии с ним разбираться здесь у нас стоит альфа звездочка д и звездочка звездочка минус 1 вот потому что потому что бета это звездочка минус 1 от гамма вот через звездочка минус 1 молодцына переписали как звездочка умножить на знак тоже звездочка квадрат равна знаку минус единица степени альфа слоуной пропавший минус непонятно откуда взявшийся то есть куда он здесь делся минус единица степени альфа слоуной и он минус альфа слоуной альфа звездочка д звездочка гамма вот ну заводчество непонятного знака мы раз мы получаем что дело равно минус единиц степени альфа слоуной н слоуной на альфа звездочка д звездочка гамма а это есть есть определение собственно говоря без озвучкой вот знаками к это какая-то путница прошла прошу прощения разберитесь со знаками потом а потому что назад было верная ножка а альфа так альфа с галочка т.к. вот ну знаками как как-то все правильно пузырь это кунт мандар маном и посчитать вот в любом случае значит но у нас звездочка в квадрате отныне мы все знаки забудем потому что звездочка в квадрате равняется единица и д с озвучкой и звездочка до звездочка потому что н четно вот сейчас звездочку можно прилипнуть на открытую множество даже по точно и дырам можно прилипнуть а дырочка нельзя определить на открытую множество потому что там просто нет скалярного произведения это нельзя интегрировать вот то есть дырочка двойственный оператор чтобы был двойственный оператор можно сказать на произведение ну там просто опылим до с озвучкой от формулы не будем париться можно сказать что у нас не по форме скалярного произведения для форм с компактным носителем ну как вариант да вот то есть на форме скалярного носителя всегда есть а дальше можно перейти к пределу на самом деле что просто как бы и мы могли вообще воспользоваться вот этим определением когда за озвучкой и не париться но в какой-то момент когда теорию хуже то вам огромное количество премьерных дифференциальных операторам приходится писать это что дифференциальные операторы вот меня останется уже совсем неочевидно потому что вы привыкаете к тому что ну к этому определению то есть этот переход на самом деле так сказать почему вот так расписать потому что он не концептуально сложный хорошо вот теперь я сейчас вам буду рассказывать про супералгебра ли то опять почему написан ремейндер я ничего сказать не знаю а я про это рассказывал уже я понимаю да мне кажется что слово ремейндер это всюду было весит в нем было а вот хорошо значит у вас есть они даже на зоне гады и пасан сказаться были я даже объяснил что гады и пасанцы то же самое что процент с действием у один не кас это было значит гардеридное пространство определение в принципе тут можно любой группы гады и ровать на я буду за другая пространство обыкновенно встречаются два вида гады и и и и и лежит z вот гардеридная алгебра гардеридная алгебра алгебра такая что а б лежит в в и плюс g если а лежит в и и были житвы жи вот теперь значит категория гардеридного пространства вариант категории пасан здесь у один куда мне конечномерных либо технику гейбертах вот очень почти всегда эквариантно потому что ну проще это смотрит так вот если у вас есть на чем действие один то же самое что у вас там есть в один день 10 окружность вы можете взять и с этой окружности скрутить получить как бы коэффициент фурьи этого действия а коэффициент фурьи это будет экспонент от nx вот и таким образом ваша векторный процент создавался в прямую сумму неприводимых компонент на которых окружность действует как просто константа вот x где в степени nx надо обсуждать принципе что неприводимое представление окружность это крадномерное представление не на них все действует окружность константами ну вот напомнить напомнить это да ну это был уж вот мы соответственно гибрит алгебра про здесь один который коммутирует значит вот тоже весь напиток этот услуга просто что действие у один коммутирует как совместимы с умножением то есть это алгебра в категории грунт и опасность вот теперь четные и нечетные операторы да если естественно пример пример алгебры граны она будет ассоциативно данном случае это эндоморфизм и высаживочка где высаживочка дуэна когда ровно вот тогда ее компоненты это то что мы будем у нас будет агебра дурама компоненты в эндоморфизм и веса веса d это отображение из в этого например сумма по всем и вот вы и плюс d ты не то что сдвигает бурловку надо вот мы обсуждали были разложения хуже что были очень похожи конструкции вот и нет штук пример губерна гибра очевидно потому что если вас что-то сдвигает на д что-то сдвигает на д один это двойственная группа по пантрякин собственно говоря когда мы пишем разложение фурье то как раз мы получаем разложение будет разложение по характера на два двойственной ну характером и у один который дось на группа вот но в принципе для том что неприводимое представление у 1 они ненумерованными числами этот тенд это там где действует экспонент степени nx вот но если у вас два представления и мы их перемножили тензорно то на тензорное произведение будет действовать и плюс же если было писаем весы и прессами весы же вот поэтому соответственно грузировка то же самое что если у один вот хорошо да значит определение если у вас есть грузировка у вас есть пополам грузировка вот собственно говоря тут вода определение к этому сводится определение значит оператор оператор на градуруная компасансия четный если он лежит в прямой сумме хом из в по и же вы этого в в и плюс 2 ж и то есть он сохраняет четность и нечетный если лежит то есть в этом случае его как бы грузировка четная а если он сдвигает на нечетное число здесь мы у нас будет хом из в это в и плюс 2 ж плюс 1 там будет нечетный прямая сумка это получилось похоже на конечно спасибо это только оператор на черный что это брат возглавь на нечетное число вот и чисто если честно этим четным нечестный чистый если четный и нечетный ну а при этом все таки грузировка может быть бесконечный да может быть 0 ставить ну а грузировка конечная туда но так зависит ваша премия потом на оператора то что он двигает на 1 но отлично может бесконечный что раздвигать на 1 нет прямая сумма подразумевает а чем собственно проблема моего помимо столь будет конечным нужно два не передвинуться но типичный пример вот у вас есть просто прямая сумма цель бесконечного числа премиум ровных но с базовым сет и т ваш оператор а от z и т и z и плюс один вот вполне облик твое всем этим принципам конечное число слагаемых но не патентный просто сдвиг вернетен конечное число спасибо может у нас присоединить это написать здесь надо где-то где-то здесь написать приземлить здесь прямую сумму для аккуратности но я честно могу сюда сказать спасибо да это важно но реально конечно число грузов компания грузов вся конечная поэтому это не важно то есть во всех как бы предположениях которые у нас будут у филика часто бывает бесконечная потому что у них там такие полубесконечные часто штуки встречаются где как раз вот оператор сдвига очень важен вот хорошо суперкоммунтатор это похоже на коммунтатор но он отчетности зависит он за вылезать знак это определение пусть значит в эту грудерную алгебра или а с . грудерная алгебра алгебра ну то же самое не для хомов а просто для элементов алгебры чистые нечистые ну как быть черный грудер в чисто нечетный нечистый а вот вы чистое суперкоммутатор ночь коммутатор а и б это либо коммутатор либо антикоммутатор зависимости от знака пишем минус единица в степени альфа с волной б с волной это и градуировка а прошу прощения минус минус это а б минус минус единица в степени а с волной б с волной а б то есть это коммутатору когда они один из них четный и антикоммутатор когда они были четны вот физики у физиков это появилось когда они захотели интегрировать с минорную алгебру в но все остальное вот то есть они добавили как бы координат многоразии которые они называли четные когда с примерным направлении то есть направлении направлении спинарного пространства которые называли нечетное вот и и оказалось что как бы естественно четные координаты как бы это коммутирующая функция нечетные координаты почему-то антикоммутирующие значит суперкому алгебра а суперкоммутативная супер как с какого бедра мы собственно коммутативная если это самый как суперкоммутативная алгебра нас будет супер алгебра ли значит тут важная терминология по русски почти никогда не говорили на алгебра ли просто говорят только супер алгебра ли а по-английски можно и так так говорить но основным все таки люди которые много общались с русскими играют супер алгебра кто не общались или физики говорят супер алгебра кто не не длинное отображением супер коммутатора наделенная бельянным отображением гелином отображением вот суперкоммутаторы из а тензор а в а вот ну естественно антикоммутатор суперкоммутатор а и есть минус единица в степени а с волной б с волной на минус единиц на 1 так написать равно минус b на то есть антикоммутатор четного и нечетного или двух четных суперкоммутатор обычные а есть два четные то они коммутируют да нечетные то они коммутируют вот и супер правилах супер супер тождества и коби как такие вещи получать конечно никто их не заучивает вместо этого мы просто смотрим обычные тождества и коби и смотрим где нам предоставляются какие-нибудь слагаемые со множителями компоненты или не представляется мы пишем минус то есть я вот это написал на самом деле не должны не переписывал просто что вы обыкновенный правил то что такое дифференцирование то что коммутатор с какими с дюймами алгебрит дифференцирование супер деференцирование что это такое дифференцирование как мы представили вылез минус мы берем C умножаем на A и B суперкоммутатор вот получаем что это равно со первыми когда вы писали обыкновенное правило лейтинца, у нас ничего местами не менялось, поэтому у нас здесь будет C на A на B. А по второму разу, когда мы хотели получить правило лейтинца, мы поменяли местами C и A, поэтому у нас будет плюс-минус единиц в степени C с волной, A с волной, A на C и B. Это все для чистых A, B и C чистое. Для нечистых это смысла вообще не имеет. Ну и пример, стандартный пример, пространственного гоморфизма, грандиозированного пространства сепарации суперкоммутатора, который я вам определял вот здесь. Вот. Шрам, она удовлетворяет тождественную кобию, от ровно тоже вычлению, что показывает, проверяет, что обычная альт-бриво двоет тождественную кобию. Вы просто раскрываете шкупку, у вас там получается... Сколько там? Шесть тут, да? Нет, четыре тут, четыре тут, четыре тут. Они все ровно сокращаются. Вот они так же сокращаются для супералгебры. Проверьте это. Преимущество париалгебры состоит в том, что там дифференциал драм лежит. Он является нечетным дифференцированием. Более того, есть значительное тождество, которое постоянно поменяется. Дело в том, что в обычной алгебре, что такое квадрат элемента, смысла не имеет в алгебре Ли. Коммутатор элемента сам собой равен нулю. Коммутатор нечетный элемент сам собой, потому что не обязательно равен нулю. Более того, он равен нулю, тогда и только так, когда этот оператор сам по себе является дифференциалом. То, что антикоммутатор нечетный элемент сам собой, простой квадрат, умноженный на 2. Значит, Лема-2, Лема-1 нет, у нас есть Лема-2. А нет, Лема-1 все-таки. Лема-1. Долго она была почута в этих словах Лема-2. Значит, D нечетный элемент. Нечетный элемент. Элемент. D на D. Антикоммутатор D с D равен нулю. Тогда антикоммутатор D с антикоммутатором D с L равен нулю. Для каждого L. Здесь речь, собственно говоря. Мы рассмотрели D как элемент, действующий на алгебре самой присоединенно. Его присоединенный квадрат с собой равен нулю, потому что это написано. Вот. Но доказать, конечно, это надо не так, а повладить этой супертожистой копией. Вот здесь написано как. Мы просто берем L и пробуем его коммутировать с D с коммутатором D с собой. Вот. У нас получается две копии одного и того же. LDD и LDD. Эти две копии в силу того, что там вылезет знак, они сократятся. И не золотятся, наоборот, прибавятся, и у нас получится MDD. Расписатели, понятно? Кто хочет, чтобы я это не расписывал? Окей. Можно какие-нибудь вопросы есть к происходящему? Это базовая штука, ее придумали разные физики в 70-е годы. В России ее развивал Березнь, а после того, как Березнь помер, погиб огромное количество молодых математиков, занимаясь этим под управлением Демлейтаса, который свалил в Швецию в 88-м году, и Манина. Но они как-то тоже по всему миру распространились, и Вера Серганова, например, в Берклии и на Конгрессе, тут последним или предпоследним, выступала с пленарным докладом про представление супералгебрия, то есть это серьезное дело. В России этим занималась Ирина Михайловна Парамонова под именем Щепочкина. Никто не понимает. Это женщина, которая сидит независимым, она возглавляет там много всего, и никто не знает, что она великий математик под другой фамилией. Почему-то ее все статьи под... Она там возглавляет, например, Матон-Москву. Но все ее статьи под другой фамилией. Ну хорошо, значит. А на Западе этим еще занимался Кац. Помимо стандартных людей типа Манина. А физикам эта штука была нужна в основном для геометрических, для струнных применений. Собственно, эти применения я сегодня буду рассказывать. У физиков она совершенно на другом языке используется. Но, так сказать, то, что хорошо... В Каиле она хорошо разложится в математике, это с физикой особенно не связано. А именно суть такова, что вы можете аккуратно записать все соотношения в... между оператором и накалевом многообразия и через суперкоммунтуратор. Значит, суперсимметрия. Накалево многообразие. Ну и все, чем оно и порождено. На размерности 4 на 5... Ну, я сейчас напишу, что это супералгебра. Значит, пусть у нас есть Калево многообразие. Значит, теория... Это алгебра операторов на дырами. Пусть и М, и Ж, Омин и Кэллерово. То есть, даже размерности 5? Да, размерности не 5. Здесь где-то написано. 5 на 4. Вот. А значит, учетных 5, а нечетных 4. Я здесь все напишу. Кэллерово, там у нас есть... Рассмотрим алгебру. Рассмотрим алгебру. Порожденную. Порожденную. Значит, первое D. Затем у нас есть Иль от Эта. Это называется оператор Левшица. Это умножить на Омегу. То есть, просто умножение на Омегу. Иль со звездочкой. И W оператор Вейля. Значит, это оператор Левшица. W от ограничения на ламда ПКУ. Есть минус 1. Кольм из минус 1 умножить на П минус Q. То есть, это наше действие У1, превращенное в алгебру Ли. Вот именно так действует алгебра Ли при У1, который естественно образом вращает наши эти самые... Вот эти... Тут я написал 4. Л со звездочкой по определению, прошу прощения, л звездочка, л звездочка. Это определение л со звездочкой. То есть, конечно, это будет тоже сопряженный оператор. Но... Сколько это локальный факт, то лучше не сопряженный, а вот определять так. Вот. Нет, но это локальный факт. Тогда, значит, эти операторы... алгебру А, то А конечномерно суперал к размерности 5,4 и содержит оператор Лапласа, который есть D со звездочкой D, плюс D со звездочкой D, который центральный. Вот. Сократный Ли это просто умножает на число? Нет, он на лямда ПК умножает на число. Каждое лямда ПК умножает на свое число, которое в 1 корне минус 1 на по минус Q. Это просто элемент алгебрии, который получается из вращения на окружность. Только касаемо их действия окружности. Он идет с дифференцированием, а на 1 формах равен просто корне минус, равен I. А вот 5,4, что является отчетным нечетным? Это 5 четных, 4 нечетных. Если я напишу, то есть как бы у нас есть время объяснить, что к чему. Лапласа натуральный, он действует на кормологиях. Все эти штуки действуют на кормологиях. Потому что они все комментируют Лапласом. Довит тривиально действует, конечно, на кормологиях. А вот то, что на кормологии действует умножение на Омегу или оператор Вейли, который делает ПК разложение, это как бы нетривиально. Чем не из того, что вы сам собирали следить, что он действует на кормологиях? Ну, потому что он же коммутирует с W. Значит, W сохраняет его ядро. А ядро – это кормология. Это про это еще раз скажу. Ну, он коммутирует со всеми элементами алгебры. А когда он четный, то он коммутирует. Еще одна звездочка там лежит. Да, одна звездочка там лежит. Да, одна звездочка там лежит. Ну, я сейчас уже начну расписывать. Коммутируете со всеми этими операторами? Да, да, и салгебы, проведенные этими операторами. То есть, как бы я тут начал с четырех операторов. D, L, L созвездочий и W. Получилось вот эти девять операторов. Сейчас я буду этим заниматься. То есть, там какие-то… Какие-то из этих соотношений между ними получаются числения алгебры. Важный, собственно, кусок линейной алгебры – это действие SL2-алгебры Левшица. Значит, соотношение Левшица. Определяемый оператор H как коммутатор L и λ. Тогда H в ограничении на λP есть n-P, где 2n – это комплексная размерность многообразия. Левшица. Это чисто не надо быть соотношением, потому что это все операторы линейные над функциями. Соответственно, у нас там будет действие SL2, потому что H на L – это 2L, и H на λ – это минус 2λ. Ланда. А это, на самом деле, соотношение лагебрилье с L2. H – это корневые элементы. То есть, получается так, что H – это 1-1,0,0, L – это 0,0,1, и λ – это 0,0,0,1. При этом соответствии между этими образующими и нормальным SL2. В принципе, правильно думать про SL2, как про алгебру, просто такими соотношениями. Это тот подход, который люди реально используют, скажем, в книжке Сера только так и определяется все. Я не вижу даже, что там есть, на самом деле, эти формулы. Наверное, есть, но они не нужны. Вот, хорошо. Значит, сейчас будет, наверное, как раз… Я буду выводить левца. У нас один кто-то остался. Ну кто-то остался. Левца я довыведу. Вот. Тут важным моментом является то, что есть… Она будет встречаться несколько раз. Это называется нечетная алгебра Гейзенберга. Вот. Кто помнит, что такое алгебра Ли Гейзенберга? Вот. Обычно алгебра Ли Гейзенберга установлена так. Значит, Гейзенберг. Пусть у вас есть омега – это симпатическая форма на векторном пространстве. На В. Вот. Вы берете В плюс просто… Ваше любимое поле, скажем, Р, умножить на элемент Т. Это одномерный элемент. Вот. И коммутатор там определяется следующим образом. Значит, Т-центральный, значит, это алгебра Ли. Т-центральный, он совсем коммутирует, а коммутатор двух элементов X и Y равен омегу от X и Y умножить на Т. Это такая алгебра Ли. Они патентные. В смысле, что коммутатор, второй коммутатор чего угодно, с чем угодно. Потому что Т-центральный коммутирует. Теперь давайте подумать, что могла быть нечетная алгебра Гейзенберга, пользуясь такой обычной, как бы, естественной лорикой. Что такое вообще? Значит, смотри, у вас четная симпатическая форма, она обладает свойством омега от X и Y, есть минус омега от Y к X. Но если X и Y нечетные, то дело еще умножится на минус единицу в степени X вовной и Y вовной. Другими словами, если у вас есть нечетная векторная пространство, симпатическая форма на нем – это бельмейная невырежденная симметрическая форма. – То есть, у нас V живет нечетная? – Я еще не определил, но я сейчас определю. Спасибо. Пусть у нас есть V – нечетная, то есть градуровки 0, ну, нечетная. Нечетная. И H – это нечетная симпатическая форма. Симпатическая форма. В другим словам, бельмейная симметричная. Вот. Тогда мы выбираем опять V плюс, как здесь, RT. Вот. И мы определяем коммутатор XY как… ну, T чётный, T чётный, а V – нечетная. Вот. И это был… то есть коммутатор XY – это уже чётный элемент, потому что это произведение двух нечетных. Вот. Это будет равно H от XY. Множ на T. Вот. То есть супераргеба Гезенберга… ну, давайте я сразу… пример вам. Приведу, не приведу. А сейчас приведу. Собственно, на доске это написано, это пример. Я бы сказал, что есть попроще пример, но, наверное, нет. Самый простой пример, который есть, видимо, это координатная алгебра. Алгебра, прождена координатными операторами. Набирами. То есть на алгебре Грассмана. Вот. Пусть у вас есть X1 и так далее, Xn – это базис в V. И нам нас интересует лябда созвездочка от V – это Грассман. И так далее. Определимы операторы EX иТ от X – это X по X иТ умножить на X. и X иТ от X. То есть V – он еще с программным произведением. Это звездочка X иТ… Правильно. Это звездочка от X иТ умножить на звездочка X. Другими словами, что мы делаем? Мы подставляем X иТ сюда. Смотрите. X иТ – он добавляется. А здесь мы его, наоборот, пытаемся убавить. То есть мы переходим к двойственному базису, умножаем и переходим обратно. То есть это оператор подстановки. Это оператор подстановки X. Это вектор двойственного двойственного к X иТ. То есть если мы думаем, что это алгоритм дифференциальных форм, то мы делаем из X иТ веакционную ампулю и его подставляем в дифференциальную форму. Вот так этот оператор подстановки. Вот. Утверждение. Значит, операторы. Единственное коммутационное соотношение, соотношение между X иТ и EX иТ – это антикоммутатор X, E, X иТ и X, J – это символ клоникера, то есть равен 0, когда они не равны, единиц, когда он на 1. То есть у нас все эти операторы антикоммутируют, кроме EX иТ и EX иТ. Если мы подставили и убрали оператор, а потом убрали и подставили, мы получили единицу. Я тебе объясню, почему. Но, опять, почему, когда умножение на форму антикоммутирует, понятно, все антикоммутируют просто соотношение в алгебре Гасмана. То же самое подстановка. Подстановка просто зависит на оператор. Вот. Теперь, поэтому интересные коммутаторы – это только умножение на Е и И. Как они коммутируют? Я говорю, что если вы добавили X и убрали Y, и они разные, то есть добавили X, и убрали X, и X, и X, и разное, то тогда эти два оператора антикоммутируют. Почему? Ну, вы добавили, оперативность убрали, там еще пришлось перелезть туда вперед, и, в принципе, вы получите ту же самую форму, с которой… Смотрите. У вас интересует оператор ЕИТ, антикоммутиратор с ЭИТ и X, ЖТ. Вот. он берет… Если у вас есть какой-то… Ну, давайте так на это посмотрим. Смотрите. И X – это дифференцирование. Правильно? Потому что вы просто умножаете какой-то альфа на бета, и X – это от альфа на бета. Вы можете подставить X – это и сюда, или сюда, но и туда поставить точно не можете. Поэтому это будет. Ну, и кроме того, когда вы хотите его подставить в бету, то вам придется ее перетащить через альфа, у вас вылезет минус. То есть это будет минус единиц в степени альфа с волной. Альфа умножить на и X – это от бета. То есть это супердифференцирование. Теперь коммутатор двух дифференцирования и линейного оператора является линейным оператором. То есть если вы берете, у вас есть оператор умножения на форму альфа, и вы его коммутируете с дифференцированием, с дельта. Опять лучше сначала написать дельта. Это дело будет равно умножение… я таким образом написал оператором умножения. Умножение на дельта альфа. Ну, то есть эта форма сразу видно. Правильно? Ну, смотрите, вот вы хотите прокоммутировать дельта и умножение на альфа. Давайте напишем тут постановку X и умножение на альфа. Вот это будет умножение на вот это вот. То есть вы применяете умножение на альфа и вы считаете из этого… то же самое в одном порядке. То есть и X умножение на альфа. И у вас вылезает умножение на и X от альфа по этой формуле. Это дает нам вот это вот. Вот. Но в частности мы получаем, что и X это E и X ж это умножение на просто спаривание. Здесь зависит функция. Потому что и X это просто спаривание. X это X ж это. Вот. То есть умножение на функцию. Это либо единица, либо ноль. Самый простой способ увидеть причем там алкоголь и Гизенберга. Как у нас получилось предпосательство отношения? Вот это вот? Нет, вот это вот. Вот это вот? Нет, вот это вот. Нет, что мы получили умножение на образ постановки. А вот это вот? Это вот это вот это одно тоже. Ну тут три слагаемых и тут три слагаемых. А вот это вот этот, а это вот этот, но их там перенести нужно. С правильным знаком. Вот этот знак вот здесь написан. Это тот самый знак. Вот. То есть супералк Бригезенберг. Вот здесь клеймя его без доказательств написано. Вот вам доказательства. То есть у вас почти все операторы суперкоммунтируют, кроме тех, которые у вас дают единицу приумножения. Единица как центральный элемент супералк Бригезенберга. Вот. Вот. Где 2n? А в самом верху? Ну потому что мы уже сразу Гридусу работаем. Ну потому что вот довольно скоро тут будет у нас симпатическая форма. Поэтому четная. Мне зачем это все это нужно? Это же не от любви к искусству происходит. Я вам хочу написать эти соотношения в алгебре с L2, которые здесь были. Вот я сейчас их выпишу и на этом, собственно, закончу сегодняшнюю лекцию. Это специальный вид супералкебры, которая, опять-таки, она, когда есть ровно одно соотношение, а именно антикоммунитар двух несчетных операторов – это центр умножить на их спаривание. Вот. Это не конкретное, а супералкебрали. Похоже на Гезенберг, только как бы все в Гезенберге. Мы переписываем. Гезенберг – это когда коммутатор – это симметрическая форма. А здесь у нас коммутаторы нечетных векторов, антикоммунитары нечетных векторов – это их бениально-симметричное спаривание. Хорошо. Значит, я хотел все-таки рассказать важное нам соотношение. Дело в следующем. Смотрите, у нас есть оператор L омега – это умножение на омега. От этого, но в баррисе это записывается как сумма e, x, 2i, минус 1, или минус 1, e, x, 2i, 2i. От и равно 1 до n. Это оператор умножения на симметрических форм. Правильно? Я просто подставляю как бы по очереди, умножаю на ее… Потому что симметрическая форма нашей омега есть сумма x, 2i, минус 1, на x, 2i. Есть двойственный оператор L со звездочкой, который, он же лямб, да? L со звездочкой. Это, соответственно, сумма от i равно 1 до n. То есть оператор подстановки x, 2i, плюс 1, на i, 2i. То у нас, конечно, и такое, и такое. И нам нужно доказать то, что коммутатор L и лямбда есть оператор h, который на лямбда k действует как n-k. Из этого остальные коммутационные соотношения уже бесплатно следуют. Потому что, я не понял, что коммутатор L и H есть 2L. Ну, вот, смотрите, h – это просто гладьюровка умножает гладьюровку на 2. Поэтому их коммутатор – это 2L. Ну, просто мы, как бы, мы сначала можем применить h, это нам может гладьюровку на число x, потом применить L. А вычтем из этого… Сначала мы применим L, а потом применим H. Но если мы сначала применим L, а потом применим H, гладьюровку умножается на 2. Поэтому у нас вылезет 2L. Прошу прощения. То есть, из этого соотношения вытекает это соотношение бесплатно. Если H является скалярным оператором такого вида, то коммутатор L и H умножает просто гладьюровку на 2. А это гладьюровка. Ну, поэтому их коммутатор – это 2L. Ну, соответственно, и если мы напишем λ, то где-то она может с минусом. Надо, наверное, написать H и L для аккуратности. И H и λ – это будет минус 2а λ. По той же самой причине. Или уменьшает гладьюровку а λ, или увеличивает гладьюровку, λ уменьшает. То есть, все соотношение, которое намекает – это вот это. Там получаем соотношение в алгебре ЛСН2, которое здесь написано. А H вытекает соотношение в супералгебре Гезенберга довольно бесплатно, но не очень. Сейчас это расскажу, и на этом сегодняшнее выступление будет закончено. Значит, нам tonight? — Вот эти 3 оператора – L, L, λ и L, I, H то есть лютую ИРУですね? — Это мы уже четные все. А плюс гладьюровка? — 2, 2, минус 2. То, насколько сдвигается? если P форма переходит в N плюс P форму, то это грудировка N. То есть, сколько сдвигается форма. То есть, скажем, дифференциал дыром имеет грудировку 1, а D-садырочка имеет минус 1 грудировку. И нас интересуют операторы Левшицы, которые умножают, один из них умножает форму на симпатическую, то есть на 2, другой — сопряженной. То есть, они уменьшают на 2. Я сильно подозреваю, что Левшицы к этому имеют очень отдаленное отношение. История такая, что Худж свои все гениальные работы придумал, но там было все неправильно и непонятно. Мне очень вдохновалось турами Левшицы, и им очень хотелось, чтобы Левшице что-то понравилось. Левшиц, конечно, на это посмотрел и сказал, что полный бред, ничего не понравилось. Но потом Худж к нему приехал, друг с ним общался, в Пенсен, и убедил Левшицу, что там все правильно. И Левшицу его дальше стало ему помогать, править ошибки и психически улучшать. А у Левшицы была теорема про обвойственных Левшицев, про действие СЛ2, с шумбовой природы. Она была доказана, если я помню, через теорию Морса. Но потом они, видимо, сели друг в друга, мы поняли, что это действие СЛ2, это то действие СЛ2. То есть для Левшица оператора или он действовал на коммологии, хоть бы просто умножение, переченье с гипотлоским сечением. То есть он был гораздо определенным коммологическим, а не на языке дифференциальных форм. Друзья, может, у Левшица тоже это соотношение уже было, потому что он в какой-то момент стал общаться с Ходжием, и они совместно уже много чего делали. Ну хорошо, значит, друзья, нам нужно выписать это коммуникационное соотношение. Вот я вам выписал уже явно эти два оператора n и лямбда, а теперь их нам нужно покоммунитировать. Вот мы выписываем сумму E, у меня тут X превратился в V, но давайте он будет V для простоты, чтобы не путаться с тем, что у нас на доске. 2I-1, E2I, V2I, сумма I, V2I-1 и V2I. Вот мы коммутируем два такие оператора. Давайте, значит, вспомним, что как мы коммутируем X и Y, Z. Это будет XY на Z, то есть мы протащили Y-Z, плюс... А еще мы можем Z протащить мимо X, при этом мы сначала протащили Y, у нас уже Y вылез со знаком Y с волной, и здесь у нас будет коммуникатор X и Z. Ну, это просто, на самом деле, то, что коммутирование является дифференцированным. Y, спасибо, да. Значит, куда будет Y? Да, вперед. Вперед. Да. Не набрал я нигде. Там, может, минус вне степени X на степени Y. Да, да, спасибо большое, конечно. Вот. Ну, хорошо, значит, давайте начнем протаскивать этого мимо этих двух друзей. То есть мы его мимо сюда протащили. И в какой-то момент вылезет единица, потому что этот с этим, скажем, коммунирует, а этот с этим, при попытке прикоммунировать, вылезет единица. То есть первый член, то у нас будет произведение всех нечетных. То есть будет сумма E в 2 и минус 1 и 2 и минус 1. И вторым членом вылезет произведение двух всех четных, потому что мы дальше протаскиваем минус 1 и у нас получается произведение двух всех нечетных. А еще можем это потащить мимо этих, а следить от произведения всех отчетных. Сумма E в 2 и и в 2 и. Сейчас, тут что-то со знаками. Нет, там просто, я считаю, это объединение. А, ну да, там нужно это два раза сделать, потому что у нас же здесь 2, действительно. Вот. То есть мы должны то же самое делать в обратном порядке. В общем, это будет сумма всех E в 2 и минус, значит, минус то же самое в другом порядке. В другом порядке. Вот. А это будет сумма E в 2 и уже по всем и от 0 до 2, от 1 до 2. И вы это минус сумма E в 2 и это E в 2 и это что-то делает, смотрите, она убивает и добавляет каждый со множителем по одному разу, а это добавляет и убавляет каждый со множителем по одному разу, то есть такая штука, примененная к форме, она даст к. А, а такая штука, примененная к форме, даст, соответственно, N минус к. Вот. Мы суммируем и получим... Дайте аккуратно, значит. Там где-то надо пополам, чтобы поделить. Вроде не надо. Но, с другой стороны, может быть, просто надо было здесь поделить пополам. Ну, это померял, у меня так все пару раз сходилось. Что вы сейчас описали, это, собственно, значение 2 к, но 2 M. Чепталон. Вот. Ну, да, надо, наверное, эти самые друзья поделить, наверное, пополам. Вот. Ну, понятно, что получается скалярный оператор. Давайте оставим это тоже через поздний, а я оставлю это вычисление на вас. Вот. Но, что получается скалярный оператор, я сейчас еще раз объясню, чтобы было понятно. А чему равен скалярный, то все равно, там, да может просто эти формы на корни из двух, и здесь, и там, действительно, двойка случайно вылезла. Не знаю, почему, вот, но, так сказать, эти вычисления все какие-то мутные. Смотрите, друзья, вот давайте применим это к нульформе. К нульформе, применив, мы убрать там ничего не можем, а можем добавить. Добавить и убрать одно и то же. То есть к нульформе, применив, у нас будет два M. Применем к один форме. Один, если в одной форме нет, вид ВИ, то ВИ мы туда добавить не можем. То есть добавление и убирание нам даст 2M минус одну копию. А убирание и добавление нам даст еще одну из противоположных названий. Потому что мы можем от 2M убрать и добавить. Вот. То есть здесь, действительно, будет 2M минус 2K. Минус 2K. Ну, нет, минус K. Наскрыли минус 2K. Минус 2K. Вот. Ну, там, до множества на кое-нибудь из двух получит правильный ответ. А? А дальше где будет 4M? Дальше где будет. Ну, нет, дальше будет. Два формы сделаем. Еще будет. Два формы. У нас вот убирание и добавление даст. Н минус 2. 2M минус 2. Крупе этой формы. Ну, 2M это размерность. Вот. А добавление и убирание сделает 4K. Сейчас, нет, 2K. Да. А добавление и убирание сделает 4. сделает эту форму еще два раза. То есть здесь будет 4. Нет, я имею в виду там 4 будет. Следующий сколько? То есть HL это 4 или 1? Ну, да. Ну, там нужно просто будет потом поделить на кое-нибудь из двух, чтобы все отработало. Можно сказать, что грунтатор и LL это 2H, а H действует как написано красным. А, собственно, да. 2H. Тогда получается классические соотношения. Да, да. Простите. Никак здесь не близки правильные соотношения, на самом деле. Ведь, а нет, здесь H написано. Ну, хорошо, 2H. Вот. Теперь у нас все правильно. Спасибо, да. Что-то меня клиент, я прошу прощения. Просто я все время думаю про эти, видимо, про матрицы, где не 2H, а H. Конечно, 2H гораздо лучше. Вот. Ну, хорошо, друзья. Я был уверен насчет этого вычисления. Какие-нибудь у меня есть вопросы? О! А все. А все. Он отель. Он подпок thenп Squidward. Он отсtem В дляieltатчиковойins на!! Он отель cass diameter, как如果 пом Genius四 cause, них это нравится, они на Девуши с упакован 있어요. Продолжение следует...